МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Делать все по букве закона. Законная добыча. В стране открылся сезон охоты на оленя и лося. Обязательно, чтобы были заполнены все разрешающие документы. О чем стоит помнить. Тренировка под открытым небом. Презентация спортивных секций прошла в молодежном парке. С целью популяризации спорта среди учащихся. Куда записаться? А также новые идеи, последние данные и летний уикенд. Синоптики прогнозируют комфортные выходные. С 10 августа во многих городах страны проходят акции и митинги. Люди вправе выходить на улицу, но только с соблюдением всех законов. Максим Кембель подробнее. Призывы выйти из дома звучат из телеграм-каналов, социальных сетей и средств массовой информации. Такие мероприятия не санкционированы, отмечают специалисты. И агитаторов никто не знает. Для обеспечения общественной безопасности, предотвращения беспорядков и преступлений, а также охраны здоровья населения, установлено законное введение определенных ограничений. Хотел бы предупредить не поддаваться призывам. И предупреждаю, что участие в несанкционированных мероприятиях незаконно. А виновные лица могут быть привлечены к административной, либо к уголовной ответственности. Прокурор Бобруйск отметил, Беларусь – государство, в котором мирно сосуществуют люди различных конфессий и политических взглядов. Необходимо вести себя так, чтобы не доставлять неудобства своим соседям, родным, близким, не допускать раскола в обществе посредством использования различной атрибутики, либо различных высказываний, которые не позволяют в дальнейшем мирно сосуществовать друг с другом. Необходимо понимать разницу между законным массовым мероприятием и несанкционированной уличной акцией. Это очень важно. Статья 35 Конституции гласит. Свобода собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций и пикетирования, не нарушающих правопорядок и права других граждан Республики Беларусь, гарантируются государством. Ключевой посыл из Конституции – свобода лишь тогда свобода, когда она не нарушает права других. Максим Кембель, Максим Галенка, Бабруйск, 360. Житель Слуцка подозревается в совершении наезда на сотрудника ГАИ. Инцидент, как сообщается, произошел в Бабруйском районе, неподалеку от глуши. Инспектор остановил автомобиль. Сотрудник ДПС предложил водителю пройти освидетельствование на алкоголь. Однако мужчина начал сопротивляться. Задним левым колесом он наехал на ногу милиционеру. Тот получил травмы. Нарушитель попытался скрыться, но вскоре был задержан. В стране выздоровели выписанные из больниц свыше 68 тысяч человек, которые побороли коронавирус. Лаборатории провели без малого 1 млн 456 тысяч тестов. Такие данные приводит Минздрав. Премьер-министр Белоруссии и председатель управления России в телефонном разговоре обсудили борьбу с COVID-19. Роман Головченко и Михаил Мишустин провели телефонные переговоры второй раз за два дня. Накануне главы правительства говорились о проведении совместной работы по снятию ограничений на передвижение через белорусско-российскую границу. Новые газопроводы, инновационная бумага и сертификаты готовности. Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Закон о дорожном движении рассмотрят в первом чтении на осенней сессии Палата представителей. Среди предложений – выдача международных водительских удостоверений, сдачи экзаменов и получения прав управления автомобилем только с автоматической коробкой передач. Из законопроекта исключили бальную систему. Она предполагала начисление штрафных баллов за нарушение правил дорожного движения. Более 26 тысяч абитуриентов зачислено в вузы на бюджетную форму получения образования. На платную форму примерно столько же. В этом году, как и в прошлом, на некоторые специальности объявлялся дополнительный набор на бюджет, поскольку там оставались вакантные места. В основном это были специальности сельскохозяйственного профиля. Почти 90% учреждений образования получили сертификаты готовности к новому учебному году. Сейчас проводятся последние работы. Разрабатываются новые методические пособия. В школы придут около 1 миллиона 55 тысяч учащихся, в том числе 114 тысяч первоклассников. Белорусские ученые разрабатывают новые материалы для экологически безопасной упаковки. Сейчас отрабатывают получение полилактида из молочной кислоты. Из нее заготовят биоразлагаемую пленку. Второе изобретение – бумага, которая способна, естественно, разлагаться. За полгода в Беларуси ввели в эксплуатацию 612 километров газопроводов различных категорий. Показатель стал в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Кроме того, за полгода построили и реконструировали 797 километров линий электропередачи различных классов напряжения. Стали очевидцем происшествия, бьетесь над решением обоевшей проблемой, есть эксклюзив. Корреспонденты Бавруськ-360 готовы выход на место событий прямо сейчас. Телефон горячей линии на ваших экранах. Предложить новые идеи и обсудить интересующие темы. Коллектив 3-й поликлиники встретился с активом областного комитета Союза молодежи. Встреча в этом учреждении здравоохранения прошла не случайно. Уже который год местная первичка становится лучшей в городе. Ее организовал Первомайский районный комитет. Здесь молодые медики рассказали о своих проектах, поделились деталями работы волонтерского отряда. Самопонимание и поддержка. Авторский проект нашего учреждения, инициатором Наталья Владимировна, главной врачкой явилась. И мы на данный момент помогаем в основном пожилое население, одиноко-одинокопроживающие, инвалиды. Можно сказать, в домашней обстановке обсуждаем насущие вопросы и ищем пути решения. Мы не просто беседуем в пустоту, а ищем какие-то направления, быть может, новые, какие-то идеи. Поэтому конкретной темы нет, мы обсуждаем все, то есть то, что волнует нынешнюю не только молодежь, но и вообще людей. Активисты встречи остались довольны. По их словам, такие диалоги вдохновляют на новое свершение. Уже появилось несколько задумок для проектов. Мы общались, мы друг друга поддерживали, и это, наверное, самое главное. Идеи всегда есть. Главное, что эти идеи нужно подкрепить в какие-то взять рамки. Я думаю, что после сегодняшнего мероприятия мы соберем все в кучку и выдадим что-то уже полезное не только нам, но и обществу. Непринужденно. Это было очень приятно. То есть все общались, никто не сидел. Побольше бы таких встреч. Подобные встречи, как отмечается, проходят по всей Могилевской области. До нового учебного года остаются всего 10 дней. Самое время подумать о свободном времени вне школы. Записаться на кружки и секции. День открытых дверей в специализированных учреждениях образования. Идеальный момент найти что-то для себя. Воспитанники 4-й и 3-й детско-юношеских спортивных школ провели тренировки прямо в молодежном парке. Полибол, гандбол, баскетбол, дзюдо, восточное единоборство. Все желающие испытали себя и пополнили списки. Мероприятие в рамках Дня открытых дверей учреждения спортивной школы номер 4 города Бобруйска с целью популяризации спорта среди учащихся и студентов. И также привлечения их к занятию в секциях и нашего учреждения. Заниматься в секциях могут ребята от 7 до 17. Желающих ждет насыщенная спортивная жизнь. Самые способные, как правило, пополняют ряды сборной области и страны. В Беларуси открылся сезон охоты на лося и оленя. Он продлится до 30 сентября. Разрешено добывать взрослых самцов, в том числе трофейного качества, а также селекционных животных без учета пола и возраста. Законные способы охоты – ружейные засады с подхода в течение суток. Обязательно, чтобы были заполнены все разрешающие документы. Данная охота проводится только в присутствии егерской службы. Каждое незаконное добытое данное животное, сумма вреда, насчитывается в размере 300 базовых величин, то есть сразу возбуждается уголовное дело по части 4 статьи 282. Специалисты напоминают, нарушители поплатиться могут не только рублем. Несоблюдение правил безопасности зачастую приводит к несчастным случаям. Тепло и солнечно. Пятница выдалась по-летнему комфортной. Воздух прогрелся до 21 градуса. Выходные обещают держать марку. Надолго ли тренд? Мария Бушкевич. Завтра в Беларуси будет облачно, преимущественно без осадков. Лишь ночью по востоку пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром местами будет сгущаться туман. В воскресенье будет облачно с прояснениями. Пройдут дожди, местами прогремят грозы. Ночью и утром слабый туман. Прячем зонты и достаем солнечные очки. Выходные будут очень теплыми. Можно поехать на природу или прогуляться по летнему городу. Штурм Элен атаковал Ирландию. Сто тысяч домов и предприятий до сих пор без света. Синоптики объявили желтый уровень опасности из-за шквалистого ветра и дожди. Есть риск локальных наводнений по всей стране. Проливные дожди продолжают наполнять реку Янцзы потоками воды. Самая высокая плотина планеты способна удерживать водный поток высотой в 175 метров. Но он уже достиг 165 и прибывает на 2 метра ежедневно. Наводнения в Китае только за минувшую неделю нанесли ущерб в 26 миллиардов долларов. Осадки не прекращаются. Завтра в Бобруске ожидается небольшая облачность. Осадки не прогнозируются. Ветер юго-восточный 3-5 метров в секунду. Днем столбик термометра покажет 23 градуса тепла. Ночью опустится до 13 со знаком плюс. В воскресенье в городе на Березине потеплее до 26 градусов и шиналя. Ночью от 13 тепла. Мария Бушкевич, Дмитрий Шевцов, Бобруск, 360. Это все и события к этой минуте. Следите за новостями в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова